Христос воскресе! Поздравляю всех с антипасхой. Это день, который противостоит воскресению Христову, который мы отпраздновали неделю назад. Как бы обрамляет с двух сторон. Это Пасха, а через неделю напротив Пасхи, поэтому анти... Анти же против, знаете, да? Вот. И этот день, как Евангелие нам повествует, Господь пришел, уже воскресший, к своим ученикам. И Фома был с ними. Потому что в предыдущее посещение Фомы не было. И когда апостолы рассказали, что к ним приходил Господь, Фома сказал, пока не вложу свои персты в язвы от гвоздей, я не могу в это поверить. И вот у нас, у русских, даже есть такое присловие, Фома неверующий. Что, конечно, не совсем верно. Потому что Фома был очень верующий, и в Священном Писании показывают, что этот человек был большой верой. А почему же он так ответил своим собратьям-апостолам? Его сердце наполнилось ревностью. Ну как же так? Меня не было, а Господь пришел без меня. И стал отрицать. И вот велика милость Божия. Он ему тут же показал, что это никакого в этом нет уничижения или там недостаточной Господней любви к нему. Говорит, Фома, ну давай. И раскрыл свою одежду, давай свои персты. Ему, конечно, это не понадобилось. Он прославил Господа. И оказалось, что Господь так устроил, а все управляется промыслом Божиим, что так произошло и случилось. Потому что Господь хотел дать им урок. А урок заключался вот в чем. Потому что каждый апостол, он был предназначен к тому, чтобы, как ученик Христов, сделаться проповедником Евангелия. Фома, например, проповедовал в Индии в дальнейшем. И Господь сказал такие замечательные слова. Вы видели, поэтому уверовали. Блаженны те, которые не видя, уверуют. Это мы с вами. Мы не видели Господа. Многие из нас и в Палестине-то не были никогда. А некоторые и никогда и не будут. Но это совершенно не мешает. Вообще ничему. Как наш русский патриарх Никон, он взял и Палестину построил под Москвой на реке Истра, который объявил Иорданом. И там назначил всякие географические пункты. И даже построил храм в виде храма Воскресения, который в Иерусалиме. И даже копию кукли сделал, которая над гробом Господнем. У кого нет денежных сил добраться до Иерусалима, он всегда может съездить в Новый Иерусалим под Москвой. И там копия и Голгофа, и разных других святынь. И могут к ним прикоснуться. И люди очень многие прикладываются и получают радость и благодать не меньше, чем те, которые это совершают в самом Иерусалиме. Потому что духовная жизнь, она никак не связана ни с каким местом, а связана исключительно с сердцем. И то сердце, оно понимается не анатомически, а сердце – это как средоточие нашего «я», то есть наша бессмертная душа. И вот все, что в ней происходит, то и играет роль. Вот ребеночек плачет, у него в душе там сейчас горе, а у нас напряженное внимание. Так сказать, у всех людей по-разному. Рассеянное, напряженное, горе. И все это в сердце. Человек может научиться себя блестяще вести. Все скажут, как хорошо воспитан, какие хорошие манеры. Но это все внешнее. Для Бога важны не манеры, которые могут быть замечательные. И это неплохо. Всем нравятся люди, которые умеют себя вести. И никому не нравится хамье. Это понятно. Но для Бога важно, чтобы человек с сердцем стяжал то, чему Господь учил. И вот это второе явление Христа Спасителя было таким уроком. Потому что им пришлось в дальнейшем апостолам приводить людей ко Христу. Люди разные. Разные у них были мотивы. Некоторые даже вообще хотели на этом заработать. И через то даже жизни лишились. Потому что ну, как бы, все перепуталось в голове. очень важно, и для этого Господь пришел. Не для того, чтобы люди одели другие одежды, платочки, юбочки. В те времена вообще таких не носили нарядов совершенно. Другая была одежда. И для людей, которых это представляет такую большую важность, это говорит о том, что у них в сердце пустота на самом деле. Уважать нужно каждого человека независимо от того, во что он оден. Поэтому русская пословица говорит по одежке встречают, ну, чисто внешне мы людей как воспринимаем. Мы людей вообще не видим, мы видим только лицо. ну, и уши еще. А если длинные волосы, то и ушей не видно. А уже провожаем по уму. А как можно определить, кто перед нами? Умный или дурак? Ангел или баба-яга? Через речь. Что человек изрыгает из себя? если всякие недостойные слова, то значит, это баба-яга. И как бы человек не скрывал это хорошим манерами, все равно это бабье-йогство, оно обязательно проявится. Не только в речи, и в глазах, и в складках рта, и в трепете носа, во всем. Баба-яга, она как на ладони. И не только баба-яга, но и ангел тоже. И вот Богу угодно, чтобы каждый человек был ангелом. Но апостолы, как ловцы человеков в эту большую сеть, в те времена была небольшая, это церковь Божия, для того, чтобы эту рыбку всю не съесть, а это действительно рыбка, потому что Иисус Христос, Сын Божий Спаситель, звучит как Ихциз, то есть рыба по-гречески. Так все премудро Господь устроил. Для того, чтобы уловить. А для чего? Для Христа, а не для того, чтобы ее съесть. Чтобы соединить навеки со Христом. И люди попадаются, конечно, разные, ну, как и рыбы, есть съедобные, несъедобные, а есть ядовитые просто. И это надо все различать, иметь большие знания, опытность, которая приведет к успеху. Поэтому вы будете иметь дело с людьми, которые никогда Христа не видели. А если кто-то и видел, то стоял в толпе, которая бесновалась, показывала пальцем и кричала распни его. И такие тоже к вам придут. И надо их обратить ко Христу. Надо, чтобы они раскаялись в том, что они не то, что непосредственно, но их голос там звучал, а этот голос отделяет человека от Христа. И вот поэтому он дал как многое из того, чему Господь учил своих учеников, он учил не только Словом. Он сам был, если вы обращали на это внимание, воплощенное Слово Божие. Поэтому он учил их и жестом, и походкой, и осанкой, ну и, конечно, словом. Всем. Вот когда он на берегу Геницаретского озера, также воскресший, ел перед ними рыбу, это тоже был урок. Урок того, что он действительно воскрес. Потому что очень часто человек как-то начает колебаться, а может мне показалось, а может мне вообще никакого Бога нет. Это все сказки. А Господь напоминает, что это совсем не так. То, что Бога нет, вот это как раз и сказки. Это только может полный безумец сумасшедший это отрицать. Вот говорят древние греки, пьянство добровольное безумие. И также и атеизм, только гораздо худшее, чем пьянство. И вот Господь так заботясь. и вот в этой заботе о Фоме углядывается его забота и о нас. Поэтому мы так этот торжественный день празднуем, который противостоит Пасхе, но Пасха празднуется 40 дней по числу дней, которых Господь являлся своим учеником. мы вместе со всей церковью еще один год участвуем в проживании этого времени, когда Господь являлся своим учеником и давал им свои уроки. Каждый день жизни Христа Спасителя это такая школа. А вся наша жизнь это есть экзамен нашей школы, чему мы смогли научиться в церкви. Научились мы тому, что Господь преподавал своим ученикам или нет. Это даром пропущенное время. Поэтому мы должны стараться открыть глаза и уши и время напрягать свое тело для того, чтобы прийти в храм и поучаствовать в том, что нам церковь предлагает. Нужно в это вникнуть. Если же человека в этой жизни еще что-нибудь интересует, кроме церкви, богослужения, кроме Священного Писания, кроме Святых Отцов, это вполне законно. Потому что, ну, многие из нас работают, например, а многие интересуются наукой. Но это все должно стоять на одиннадцатом месте. То, что человек так часто говорит, ну, как я не могу, я работаю. Спрашивает, зачем работать, если она не позволяет тебе ходить в церковь. Вот, вы знаете, я без мяса не могу. Не можешь без мяса, а без Христа Бога можешь. Вот и все. Все время выбор. И это выбор всю жизнь. И вот надо нам научиться тому, чтобы всегда выбор нашего сердца, как, а ведь мы любим сердце, он был на стороне Христа. Как апостол Павел замечательно сказал, я просто очень люблю это выражение. Едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию. Даже такие необходимые вещи, которые делают любые животные. Но просто они никак во славу Божию это не умеют делать. Для них Бог совершенно непознаваем. А мы через Христа Бога нашего можем его познать, потому что он вочеловечился, стал во всем подобным нам, кроме греха. С праздником Антипасхи спаси всех Господи. Я вчера уже сказал, что в нашем приходе вчера родился мальчик Фома. Вот, так что очень такое распространенное, правда, больше в Европе имя у нас реже встречается. Но даже есть персонаж один русской литературе Фома Фомич. Вот, так что большая радость, украшение для нашей приходской жизни. Ну, а теперь поблагодарим Господа. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Спасибо. Вообще, кроусь, тебе, боже, тяга. дай, тебе, тебя, боже, тяга, сцена, 돼요, тяга, туда, тяга, тебе, тебе, тяга, Продолжение следует...